Вархаммер 40 тысяч Ересь Хоруса Эпоха Тьмы Грэм Макнил Правила Боя Он и хотел бы заплакать, но последние два года превратили его сердце в камень. Слишком много от него требовали. Слишком многое было утрачено, и больше не осталось печали. Покинутые братья, пылающий мир ультрамара и золотая мечта о галактическом единстве, обращенная в прах. Столь необыкновенный миг в истории вполне заслуживал скорби, рыдания, раздирания одежд, вырывания волос или, по крайней мере, приступа ярости. Он не позволил себе ни одного из этих катартических способов разрядки. Разрешил он пролиться хотя бы одной слезинки, и рыдания стали бы нескончаемыми. Изнутри Арканиум представлял собой двадцатиметровый куб с арочным входом, в каждой стене, едва освещенный толстыми свечами в подсвечниках, выполненных в виде геральдических орлов и львов. Темный сланцевый пол, простые дощатые стены, собственноручно обструганные и отполированные. Он помнил, как находил здесь приют много лет назад, когда бесконечные распри между сенаторами МакКрага становились невыносимы для мальчишки, обожающего работать и мечтать. Теперь этого мальчишки нет. Он захлебнулся кровью в дни гибели Конора, утонул в море жуткой резни, учиненной им самим после того предательства. Когда-то он называл это справедливостью, но пролетевшие годы позволили ему взглянуть на ситуацию со стороны и увидеть истинные мотивы, двигавшие им тогда. Месть никогда не была достойной причиной заставить человека сражаться, и он твердо решил никогда больше не поддаваться этому искушению. Идентифицировав порог, он предпринял шаги, чтобы избавиться от него, и во время уничтожения Галлана эмоции направляли его руку в последний раз. Он вновь обратился к лежащей перед ним книге, прислушиваясь к звукам жизни в крепости за любовно отделанными стенами его личного святилища. Когда-то в это место, находящиеся в сотнях миль от ближайшего жилья, не добирались просители, но теперь уединенность осталась в прошлом. Его окружали акры мраморных стен, сверкающие диодезические купола, вздымающиеся в небо башни и строение совершенных пропорций. Рядом с его кабинетом выросла целая библиотека. И хотя архитекторы и математики утверждали, что в их планы заложена безупречная геометрическая гармония золотого сечения, он не разрешил им уничтожить Арканиум. Он почти улыбнулся, сознавая, что в последний раз эмоции влияли на принимаемые им решения не в пору уничтожения Галлана. Однако улыбка не получилась, а на фоне того, что занимало его мысли, стремление цепляться за воспоминания юности казалось ничтожным. Сидя за массивным столом из темного дерева, занимавшим всю середину комнаты, он перечитал запись, только что сделанную в лежащем перед ним огромном фолианте. Корешок книги был в метр длиной и добрых 30 сантиметров в высоту. Прочный кожаный переплет сверкал с усальным золотом, а страницы из светлого пергамента еще хранили запах животного, из шкуры которого их сделали. Левая страница была полностью исписана убористым почерком. Тщательно выписанные буквы складывались в идеально ровные строчки. Работа шла, и с каждым днем близилось ее окончание. Это должно стать его главным трудом, тем, за что его будут помнить вечно. Возможно, кто-то увидел бы в этом признак тщеславия, но сам он знал, что это не так. Этот труд спасет все, что пытается создать его генетический отец. Вошедшие в книгу записи составят основу знаний, необходимых для того, чтобы пережить надвигающуюся бурю. Сама отверженность, а не гордыня водила его рукой, когда он фиксировал десятилетия накопленной мудрости, где каждая глава и страничка являлись частицей унаследованного им гения, а крупица переданного знания – лишь маленький кирпичик. Но то, что будет выстроено из этих кирпичиков, окажется несоизмеримо большим, чем просто сумма отдельно взятых частей. После разорения Калта легион как никогда нуждался в его предводительстве. Самолюбию воинов был нанесен тяжкий удар. Им хотелось лицезреть своего прародителя. Каждый день слуги доставляли прошения об аудиенции от глав капитула, но то, чем он занимался, было слишком важно, чтобы удовлетворять подобные просьбы. Они не понимали, почему он изолировался от своих сынов, но им и не нужно было понимать. Все, что от них требовалось – повиноваться, даже если его приказы казались бессмысленными и еретическими, как те, после которых галактика оказалась в огне. За годы служения своему генетическому отцу он никогда не оказывался перед столь ужасным выбором. Империуму конец. Все свидетельствовало об этом. И предательство было единственным способом не дать угаснуть мечте. Плоть империума погибает, но идеалы, заложенные в его основу, смогут жить дальше. Отец поймет это, даже если все остальные нет. Рабау Джелеман начертал два слова в верхнем углу правой страницы. Слова предательства и слова спасения. Возвещающие новое начало. Империум Секундус Сражение 94 Его звали Рэм Вентал из четвертой роты ультрамаринов, и он был предателем. Это плохо, но он ничего не мог поделать и изменить положение. Приказы исходили напрямую от примарха. А если что и вдалбливали ультрамаринам с самого начала подготовки, так это то, что приказам, неважно каким, всегда подчиняются. Пульсирующие вспышки озаряли горы Таласара колючим тусклым светом, когда яркие ленты огня сплетались в пылающие кружева, рассыпаясь по ночному небу, подобно фосфорным слезам. Отступление из Кастропублис было долгим и изматывающим, еще более тяжелым из-за беспрестанного и упорного преследования противникам. Подобно финвалам, учуявшим запах крови в воде, воины Мортариона, вступив в сражение, никогда не сдавались, не ослабляли натиск и не переставали атаковать. Когда-то эта их особенность восхищала Рэма. Он понятия не имел, как идет война в остальных частях Таласара. Все, что он знал, это то, что планировщики из главного стратегиума снабжали его указаниями через шлем. Но они ревниво охраняли свои секреты и становились скоредными, когда дело доходило до того, чтобы поделиться информацией. 18-я рота удерживала Кастро Публиус до последнего человека. Достаточно, чтобы остатки ультрамаринов могли спастись, отступить на заранее подготовленные позиции, сооруженные Илотами, саперно-строительными отрядами Таласара и исполинскими строительными машинами-механикум. Эти механизмы являлись краеугольным камнем их стратегии. И Рэм был признателен Примарху за то, что тот счел нужным потребовать постоянного присутствия техножречества марсианских механикум на каждом из миров ультрамара, еще до того, как Красная Планета пала перед союзниками магистра войны. Рэм заставил себя подняться и подобрал с камней свой болт. Он быстро проверил боеготовность оружия и поставил его на предохранитель. Действие настолько привычное, что стало автоматическим. Как и все, что делал воин 13-го легиона, Рэм прицепил оружие на бедро и огляделся по сторонам. Горы Таласара рассыпались посреди единственного континента планеты, словно извивающийся спинной хребет, где позвонками были корявые вершины, а провалами между ними неровные долины с тонкими линиями трещин, уходящих в толщу камня и образующих скрытые впадины, которые заканчивались тупиками разломов и узкими ущельями, куда не проникал солнечный свет. Такая местность была очень удобной для обороняющихся. Поэтому во всех сценариях вторжения сделали расчет на этот горный хребет и сопряженные с ним крепости. Чего не учитывали сценарии, так это столь неумолимого противника, как гвардия смерти. Наклонные стены из бутового камня и быстро схватывающегося раствора запечатали долину чередой укрепленных редутов и опорных пунктов. Рему были известны быстрота и завершенность, с которой механикум ваяли ландшафты. И все же открывающаяся его глазам картина казалось невероятной. Долина стала шире и глубже. Ее края взрывали, рыли, бурили и перекапывали, чтобы соорудить цепь связанных между собой земляных укреплений, расположившихся по всему периметру. Не прошло и полдня, как четвертая рота развернулась здесь в боевые порядки, и дно долины стало ровным и голым, а черные вулканические стены расцвечивали морозостойкие лишайники и высокие вечно зеленые хвойники. Все это исчезло. Некогда зеленая высокогорная долина теперь больше походила на каменоломню, разрабатывавшуюся десятилетиями. Отряды Таласарской Ауксилии рассредоточились по редутам, искусно сооруженным из предварительно напряженных плит, а тяжелые орудия ультрамаринов расположились в укрытиях, которых еще десять часов назад не существовало. Отступление было тяжелым. Передовые отряды гвардии смерти всю дорогу висели у них на хвосте. Рэм не хотел отдавать неприятелю инициативу, но новая доктрина требовала отступить. Разбитые на группы, размещенные в тщательно продуманных местах, три тысячи легионов Астартес 4-й роты расположились на отдых за высокой стеной, и Рэм пробирался между ними. Когда он проходил в тени одной из строительных машин механикум, его передернуло. Машина выселась над ним, длиннее и шире, чем галерея мечей в Макраге. От низкого басовитого гула ее могучего двигателя содрогалась земля. Исполинский тускло-желтый корпус был утыкан орудийными лафетами, опутанными страховочными лентами с монохромным изображением шестерни-механикум. Его воины были расставлены за стеной. Каждое отделение расположилось в точном соответствии с новой тактической доктриной. Одной из частей радикальной перестройки принципов организации легиона из крепости Гера стал свод новых инструкций и приказов, устанавливавших строгие предписания для каждого воина и подразделения, как действовать в рядах легиона. Переход от относительной самостоятельности к жесточайшей дисциплине был непривычен. Но уж если кто и мог создать тактическую доктрину для любого противника и любой ситуации, так это рабао Джелеман. На ступенях боевой платформы Рен увидел сержанта Баркха, слушавшего донесения скаутов четвертой роты с верхних скал. Из всех воинов-ультрамаринов им труднее всего подчиняться навязанным правилам. Но новые процедуры были столь всеобъемлющими, по сути, что даже горячий командир разведки четвертой роты Наран Ватиан решил, что придраться к ним почти невозможно. «Пока никаких признаков, сержант?» спросил Рен. Баркха обернулся и ударил себя кулаком в грудь. Принятый до единства способ отдавать честь. Было непривычно видеть такой жест у своего сержанта, но Рен полагал его более приемлемым, нежели Аквилла, учитывая, что они теперь были предателями. «Довольно оживленно вокруг каста Публиус, но пока никаких признаков выступления», ответил Баркха, вытянув руки по швам, словно они были на параде, а не на поле боя. «Мы не на Маккраге, сержант!» заметил Рен. «Совершенно ни к чему, так строго блюсти устав». Баркха кивнул, но его поза не изменилась. «Правила, капитан», ответил сержант. «Именно потому, что мы на войне не резон про них забывать. Беспорядок с этого и начинается, с забытых правил. При мне такому не бывать». «Это упрек?» поинтересовался Рен, смахивая колючую, черную горную пыль со своего лазурного доспеха. «Нет, сэр!» Баркха уставился куда-то поверх его правого плеча. «Просто факт!» «Ты совершенно прав, сержант!» сказал Рен. «Окажись рядом с магистром войны, демагог вроде тебя. Может, всего этого и не было бы». «Я серьезно, капитан!» «Я тоже!» Рен начал подниматься на крепостной вал, оглядывая окрестные горы. Баркха послушно следовал за ним и замер рядом, готовый исполнить любой приказ. Хотя Рен и не мог видеть отряды гвардии смерти. Он знал, что они рыщут в нижних долинах, выискивая слабые места в оборонительных линиях ультрамаринов. «Я не инженер, но даже мне понятно, что мы не удержим эту стену», сказал Баркха. «Почему же?» Его выдвинули слишком далеко вперед. «Самое узкое место долины у нас за спиной». И... Стена получилась слишком длинной. Казалось, Баркха не может взять в толк. Как его капитан может не понимать того, что для него было очевидным? «Нам не хватит ни воинов, ни тяжелых орудий, чтобы отбить серьезную атаку». Баркха показал через плечо. «На юге Яэленское ущелье, но оно слишком узкое, чтобы тяжелая бронетехника могла там проползти. На севере перевал Галикан перекрывает Кастро-Местр. Остается единственно возможный путь нашей линии обороны. И гвардейцы смерти быстро это поймут». «Все верно, сержант», заметил Рэм. «Ты говоришь, это с какой-то целью?» «Конечно. Вы будто хотите, чтобы они ударили здесь». «Чего я не понимаю, так это почему мы позволяем им подобное, вместо того, чтобы драться?» «Атака гвардии смерти подобна океанскому приливу», сказал Рэм. «Если мы сойдемся лицом к лицу, они нас сметут. Но мы отходим, заманивая в глубину, пока их войско не растянется и не ослабеет. Тогда мы и нанесем удар». «Это ваш план?» «Нет», – ответил Рэм. «Это наша стратегия, определенная в трудах Примарха». «Можно на чистоту, капитан?» – спросил Баркха. «Разумеется. Мы что, в самом деле, собираемся играть в эту игру по тактическим правилам из книжки?» «Из книги Примарха», – напомнил Рэм. «Знаю, и речь не идет о непочтении. Но может ли книга, даже написанная Примархом, предусмотреть все возможные тактические варианты?» «Полагаю, скоро мы это узнаем», – сказал Рэм, слушая стрекотания Вокса. Отряды гвардии смерти втягивались на нижние подступы к долине. «Объявляй боевую готовность, сержант», – приказал Рэм. «Есть капитан!» Барха оцелютовал и отправился поднимать четвертую роту. Рэм Вентан смотрелся вдаль, видя отблески далеких огней у подножия гор. Кастро Публиус потерян, ультрамарины гибнут, и гвардия смерти надвигается, чтобы их уничтожить. Как же так получилось? Гвардия смерти нанесла удар пятьюдесятью двумя минутами позже. Возглавляли ожесточенный штурм, тяжелая бронетехника и дредноуты. Бронированный кулак, который должен был оглушить защитников стены, словно дубина, чтобы потом более легкими ударами их прикончить. Отряды мотопехоты с ревом ринулись вперед, вслед за оливково-зелеными лендрейдерами, осыпавшими обороняющихся сверкающими разрядами. Вымуштрованные фаланги воинов в таких же оливковых доспехах покидали бронированные машины и неумолимо теснили позиции ультрамаринов. На наступавших лился лазерный огонь, и градом сыпались очереди из болтеров, пробивая бреши в их рядах, но не замедляя продвижение. Немногочисленная артиллерия ультрамаринов оглушала врага залпами специальных снарядов, кося противника среди безумия света и грохота. Вражеские дредноуты устремились в бой. Их орудия-манипуляторы врубались в защитников стены со смертоносной механической точностью. Рэм увидел, как целое отделение ультрамаринов уничтожило пара дредноутов и приказал своему единственному оставшемуся расчету тяжелого орудия их прикончить. Три ракеты устремились навстречу дредноутам, и один, которому в бок попали две боеголовки, упал замертво. Со вторым было покончено мгновением позже, когда заряд из мультимелты порожег дыру в его саркофаге. Это были мимолетные победы. Яркие мгновения перед лицом превосходящей силы. Гвардия смерти двигалась напролом с упорством бездушного механизма. Рэм был первоклассным генетическим убийцей, но существом куда более высокого порядка. Он гордился своими воинскими талантами, получал удовольствие от возможности помериться с кем-то силами. Но сражение с гвардией смерти означало битву с врагом, берущим на измор. И все же Рэм не собирался плясать под ее боевые барабаны. Тактические данные вспыхивали и прокручивались на визы. Количество погибших и раненых, потери с обоих сторон, предполагаемые исходы боя и множество других переменчивых величин. Такой мощный поток информации ошеломил бы даже аугментированного тактика имперской армии. Но геноусовершенствованная когнитивная система Рэма перерабатывала его в мгновение ока. Когда гвардия смерти перегруппировалась для очередного броска на стену, эйдетическая память Рэма получила доступ к параметрам боя, содержащимся в тактической схематике примарха. Он отыскал похожие, следуя логическому курсу предначертанного порядка действий. Наступило время отступить. Рэм прицепил болтер к бедру и отдал соответствующий приказ. Один из двух дюжин разрешенных ему. С изумительной четкостью ультрамарины начали поотрядно отступать, в то время как Толосарская ауксилия поливала пространство перед стеной лазерным огнем. Механизм механикум, хоть и не являлся боевой машиной, был оснащен устрашающим набором оборонительного оружия. Пока огромные гусеницы уносили машину с поля боя, небо над головой разрывал раскатистый гром ее орудий ближнего боя. Звук на удивление ровный, без привычного звонкого бряцания множества болтов. Орудийные стволы выпустили последний залп поверх стены. Прежде чем машина развернулась и помчалась по петляющей дороге в горы, Рэм скатился со стены. Присоединившись к сержанту Бархи и своему изрядно поредевшему отделению, Ид, Гелика, Пил погибли, и подразделение оказалось сильно недоукомплектованным. Однако в наставлениях примарха такая возможность учитывалась, и Рэм взял пополнение из отделений, что прошли сражения практически без потерь. Гвардия смерти добралась наконец-то до стены и теперь ее преодолевала. Оборонявшиеся в это время отступали. Когда ультрамарины поднялись на горный хребет, Рэм послал закодированный радиосигнал Адепту Механикум в Исполинской строительной машине. Мгновение и серия направленных взрывов обрушила склоны долины, пустив по ним лавины. Это была не более, чем задерживающая тактика. Скоро гвардия смерти пробьется сквозь завалы, но пока этого достаточно. Опять убегаем, сказал Баркхо по пути в горы. Думаете под стенами Кастро Танагра мы сделали все, что могли? Рэм ответил не сразу. На его экране прокручивались данные о соотношении потерь, мрачные цифры, и все же они укладывались в расчетные условия боя, выжимки из общей стратегии, пропущенные через фильтр тактической информации, свидетельствующие, до какой степени обескровлена была гвардия смерти, непрерывно штурмовавшая укрепление ультрамаринов. Похоже на то, ответил он. Остальные ордены постарались на славу. Однако не лучше нашего, уточнил Баркха. Нет, не лучше, согласился Рэм. Проблемную четвертую никому не переплюнуть, верно? При мне такому не бывать, согласился Баркха. Рэму нравилась отвага сержанта. Ему было приятно слышать горделивую агрессию в голосе воина. Похоже, сугубо доктринальный подход Примарха к войне устоял перед превратностями боя. Но это было всего лишь одно сражение и лишь один противник из множества. Настоящие испытания ждали их впереди. Сражение 136 Галлопикт, установленный над глянцевой поверхностью графа построителя, заливал огромный стратегиум ярким светом. Он отбрасывал резкие тени на сверкающие стены и выбеливал загорелые лица. Воздух был тяжелым и спертым, разило ядовитыми маслами и едкой смазкой, тлеющей в курильницах механикум, представлявшей собой смесь машинного масла с доброй дюжиной токсических элементов. Однако эта черная магия механикум несомненно была эффективной. На легионах Астартес эти миазмы не действовали, но смертные в обширном стратегиуме кашляли и терли глаза, из которых непрерывно текли слезы. Рэм Вентан не знал, химические раздражители были причиной этих слез или же картина гибели столь прекрасного мира. Подозревал, что и то, и другое. Он смотрел на разоренный прандиум, и ему самому хотелось плакать. В прекраснейшем из миров Ультрамара дивные леса, горы и мерцающие озера были в огне или дыму, либо отравлены ядовитыми отходами. Никогда не боявшийся крайних мер Ангрон спустил с цепи своих пожирателей миров. Рэм слышал однажды, как его примарх сказал, что легион Ангрона сможет добиться успеха там, где все остальные потерпят неудачу, потому что Красный Ангел готов идти дальше, чем командир любого другого легиона, и разрешит то, что цивилизованные правила ведения войны считали недопустимым. Видя, что сделали с прандиумом, Рэм убедился в этом воочию. Это не было честной войной, скорее бойней, тотальным уничтожением. Великий труд примарха наверняка не предусматривал столь ужасного облика войны. Пожиратели миров обрушились на прандиум после страшной и длительной бомбардировки, сравнявшей с землей большую часть великих городов и заставившей мир пылать от полюса до полюса. По правде говоря, спасать уже было нечего. Миллионы людей мертвы, химические боеприпасы отравили воздух и океан на тысячелетия вперед, и все-таки прандиум по-прежнему играл важную роль. Его орбита проходила вблизи центральной точки прыжка, и следовательно, тот, кто контролировал прандиум, держал в своих руках и проход к ультрамару. Даже превращенный в груду пустых безжизненных камней, он оставался целым миром, а ни одно место, куда ступала нога Робаута Желемана, не будет сдано без боя. Это произошло так скоро, после опустошения Калта, что Рэму казалось, будто их миры разрывают на части один за другим. Словно истлевшее древнее знамя, оказавшееся за пределами специального хранилища в крепости Геры, рассыпались основы основ ультрамара. Отбито лишь нападение на Таласар, единственное из множества жестоких атак, рвущих на части империю ультрамара. Воодушевленные успехами воины Мортариона, слишком растянули свои силы и оказались уязвимы, рванув на приступ горной твердыни Кастро-Танагра. Крепость обороняли части четвертой, девятой и сорок пятой рот. И когда гвардия смерти пошла в атаку, отделения сорок девятой, тридцать четвертой, двадцатой и первой роты двинулись в обход и завершили разгром противника. Это был радостный миг, но Рэм не представлял, как подобное может произойти тут. Вокруг графопостроителя собрались капитаны четырнадцати боевых рот ультрамаринов. Их угрюмые лица казались высеченными из гранита. Здесь же находились заместители, старшие сержанты и ученые саванты. Военные логистры закачивали в графопостроитель оперативную информацию и стратегические данные. В режиме реального времени описывающие мир, взорванный войной. Мир, умирающий у них на глазах. Пятая рота выдвигается на позицию, сказал капитан Гонория из двадцать третий. Семнадцатая идет на помощь. Противник вступил в бой с двадцать пятой, добавил Уров из тридцать девятой. Восточный фланг Адаполиса смят, прокомментировал Эвиксиан из седьмой. Его прорвут в считанные часы. Я приказываю сорок третий и тридцать седьмой отходить. Тринадцатая и двадцать восьмая на местах в направлении северного удара, спросил Рэм. На местах, заверил Гонория. Третья, пятая и девятая роты пожирателей миров наседают на границе провинции Зарагоса. Если мы не пошлем туда подкрепление, можем потерять весь западный фланг. Рэм обхватил графопостроитель ладонями, выискивая какое-нибудь слабое звено в военном плане Ангрона. Как старший капитан в этом стратегиуме он был главнокомандующим сил ультрамаринов на Прандиуме, уровень, на который он прежде не поднимался. Это было назначение самого примарха. Почему выбор пал на него? В стратегиуме были и другие, более опытные воины. После Таласара Рэм и его четвертая рота участвовали во множестве боев локального значения и всякий раз выходили победителями. Но это были бои на уровне роты, где под его командой находилось несколько сотен воинов. Здесь совершенно иной уровень военных действий. Конечно, Рэма учили командовать обороной целого мира, но он никогда этого не делал. Учение примарха было намертво запечатлено в его мозгу. Варианты переменные, параметры, способы действий, ответные действия и тысячи подобных планов на всякие возможные случаи в ходе войны. На Таласаре это сработало, и Рэм должен был верить, что здесь сработает тоже. Он обратился к тактическому графопостроителю и мгновенно оценил обстановку. Передвижение армий, дивизий и когорт, тысяч элементов планетарной войны представлялось ему паутиной из яростных атак, обходных маневров, отчаянных боев и окружений. В Пардузии 19-я рота почти полностью уничтожена, и пожиратели миров устремились на север через пустоши, некогда живописные пастбища, где на воле паслись дикие лошади и росли уникальные виды растений, ныне практически вымершие. Собравшиеся в стратегиуме капитаны смотрели на него в ожидании. Они не хотели посылать своих братьев на смерть, следуя приказам, разрушавшим целостность оборонительных линий ультрамаринов. По карте хаотически расползлись прямые и изогнутые линии, каждая из которых означала отдельную оборонительную позицию ультрамаринов, защитников ауксилией и запрошенных под креплением частей имперской армии. Какие будут приказания капитан Вентан, спросил капитан Гонория. Рэм вглядывался в карту, пропуская текущую информацию через фильтры творения примарха. Приказания представлялись очевидными для него, но они были лишены смысла. Он еще раз проверил свои умозаключения, зная, что они верны и тем не менее перепроверяя их. Прикажите 25-й и 7-й перегруппироваться по всей линии фронта, велел он. В 17-й оставаться на месте и удерживать позицию. Но как же 5-я запротестовал Уров? Они будут отрезаны от остальных, если 17-я не прикроет их с планга. Выполняйте, приказал Рэм. Вы обрекаете воинов на бессмысленную смерть, бросил Гонория, стискивая пальцами край графопостроителя. Я не могу стоять смотреть, как вы в полном безумии теряете этот мир и лучших храбрейших людей нашего легиона. Вы обсуждаете мои приказы? Поинтересовался Винтан. Вот именно, черт побери, огрызнулся Гонория, не успев опомниться. Капитан 23-й сделал глубокий вдох. Я знаю, что вы сделали на Калке, Рэм. Черт, мы все уважаем вас за это, и примарх вам благоволит. Он ждет от вас великих дел, но ведь это безумие, вы понимаете? Оспаривая мои приказы, вы оспариваете распоряжение примарха, тихо ответил Рэм. Вы действительно этого хотите, Гонория? Ничего я не оспариваю, осторожно произнес Гонория. Он обвел рукой место на проекции прандиума с ужасающей тактической ситуацией. Но как эти маневры смогут остановить пожирателей миров? Мясники Красного Ангела прожирают прандиум, и вы помогаете им это делать. Рэм промолчал в ответ. Внутренне соглашаясь с Гонорией, он должен был верить, примарх знает, что делает. Пытаться постичь работу разума, унаследовавшего совершенство императора, было практически невыполнимой задачей. Полет воображения, интуиция и логика, на которую способен примарх ультрамаринов, непостижимы для всех, кроме другого примарха. Но Рэм не был уверен, что кто-то из братьев Робаута Желемана способен превзойти его великий стратегический дар. И все же то, что примарх придумал и передал им, удастся, если каждая шестеренка в механизме будет крутиться в нужном направлении. А Гонория, несмотря на всю свою отвагу и доблесть, нарушает работу механизма. Этого допустить нельзя, не сейчас. Вы отстранены, Гонория, сказал Рэм. Покиньте пост и передайте командование своему заместителю. Вентан, подождите, начал Эвиксиан. Вы хотите присоединиться к Гонории, перебил его Рэм. Нет, капитан Вентан. Эвиксиан коротко поклонился. Но вы должны признать, что ваши приказы выглядят несколько противоречивыми. Вы знаете это, я вижу по глазам. Все, что мне нужно знать, это то, что за моими приказами стоит авторитет примарха, ответил Рэм. Или кто-нибудь из вас полагает себя умнее нашего прародителя? Может ли кто-то сказать, что разбирается в нюансах боевых действий лучше, чем наш отец? Молчание было ответом, которого ждал Рэм. Тогда выполняйте мои приказания, закончил он. Прандиум пылал. Значки поменьше, обозначавшие ультрамаринов гасли по мере гибели отделений, а воспаленная краснота пиктограмм пожирателей миров медленно растекалась, подобно лужам крови. Ни одна часть прандиума не осталась нетронутой. Прекрасные дикие леса южных провинций превратились в засыпанные радиоактивным пеплом пустыни. От хрустальных скал на востоке исходило токсическое излучение. На его исчезновение понадобится тысячи лет. Великолепные города из золотистого мрамора лежали в руинах. Орбитальные заградительные бомбы стерли их с лица планеты. То, что началось, как планетарная война, распалось на тысячу локальных сражений между разрозненными воинскими соединениями. Ультрамарины сражались на расстоянии всего нескольких миль друг от друга, но словно в разных мирах. У Рэма было ощущение падения в бездну. Он уже жалел о своем решении отстранить Гонорию от командования. Не он ли сам говорил Баркхе о пользе демагогии? Разве не должен каждый руководитель вынимать голосу несогласных, чтобы задуматься о правильности принимаемых решений? Рэм разглядывал карту, выискивая хоть какие-нибудь признаки положительного исхода боя и гадая, где ошибся, что сделал не так и какой аспект учения примарха не учел. Он реагировал на каждое изменение, скурпулезно следовал новым доктринам, и все же прандиум вот-вот будет навсегда потерян. «Бросьте вперед тринадцатую», сказал Рэм. Эта автоматическая память включила еще одно наставление примарха. «Помогите семнадцатой и прикажите одиннадцатой перегруппироваться, чтобы обойти с фланга пожирателей миров, наступающих на Тордонис. Пусть вступают в бой и удерживают их на месте». Сделано отозвался Уров. «Велите восьмой группировке отойти к границе провинции иксиан». «Отрядам механикам и саперам строить временные укрепления», добавил Рэм, когда очередные тактические данные поступили в его педантичную память. Схема исчезла, и он начал понимать, насколько уязвимы позиции пожирателей миров. Пришлось заплатить кровью и жизнями, чтобы довести их до этого, но теперь стало очевидно, насколько сбалансирована великая стратегия. Чтобы одержать величайшую победу, надо идти на величайший риск», сказал ему примар посреди радиоактивной пустыни Калта. «Вы никогда не рисковали», возразил Рэм. «Ты просто не знаешь», ответил Желеман. Когда неисчислимое множество вариаций, отображенных на графопостроителе, хлынуло в обрабатывающие центры сознания Рэма, в его мозгу вспыхнули все ответы и необходимые маневры. Он слышал, что величайшие из полководцев, те, меньше ошибок, но это ерунда. Величайший полководец, тот, кто просчитывает каждую случайность и точно знает, как станет сражаться его противник. Видя изумительную красоту и сложность военной хитрости, разворачивавшихся в голове, Рэм знал наверняка, что Рабау Джелеман был именно таким полководцем. Слова родились сами собой, используя его лишь в качестве проводника. «Прикажите боевой группировки Ультима выровнять линию фронта по реке Аксиана», сказал он. «Девятой и двадцать пятой изменить направление удара. Северо-восток до квадрата 6-9 альфа, 8-3 дельта». Капитаны мгновенно выполнили его распоряжение, но Рэм еще не закончил. Приказы так и сыпались из него, и каждый был, как отравленный дротик в сердце вражеского командира. Подчиненные едва поспевали за ним, отдававшим распоряжение о переброске войск с головокружительной быстротой. На их лицах читалось замешательство, но по мере того, как армии ультрамаринов перегруппировались, оно сменялось изумлением. В центре земель Праксос, средоточие красных значков, одна из ведущих боевых группировок противника, оказалась в кольце после того, как разрозненные отделения ультрамаринов соединились, будто закрывающиеся ворота, заперев врага в смертельной зоне поражения. Когда три боевые роты ультрамаринов обрушили на них всю свою мощь, залпы артиллерии, болтеров и перекатывающиеся полосы сплошного огня умело расставленных опустошителей, эти значки стали гаснуть один за одним. По всему прандиуму, когорты пожирателей миров вдруг оказались отрезаны друг от друга и окружены. Неудержимая агрессия толкала их прямо под пушки ультрамаринов. Это было сродни эффекту домино, когда множество костяшек, расставленных на первый взгляд хаотично, сбивают друг друга, порождая удивительный выброс кинетической энергии. Отряды отступающих вдруг развернулись и соединились с собратьями, захлопнув за пожирателями миров в смертоносные западни. Ультрамарины двигались в такт повелением Рэма, словно грациозные артисты балета, являя собой отлаженную машину для убийства. Их символы оставались ярко-синими, в то время как красные значки захватчиков неумолимо гасли. Пожиратели миров продолжали умирать, а показатели потерь ультрамаринов упали практически до нуля. В течение часа все бои закончились, Прандиум был спасен. Не могу поверить, прошептал Уров, когда из всех точек разрозненного мира начали приходить донесения об окончании боевых действий. Это кажется невозможным, выдохнул Эвексиан, так быстро и безжалостно. Рэм и сам с трудом верил, что наступила развязка. Одно дело, верить в проницательность примарха и мудрость его великого труда и совсем другое, видеть это в действии. Какова наша боевая эффективность, спросил он. Капитаны спешно предоставили информацию, загружая данные из донесений с поля боя, сводки потерь, таблицы расхода боеприпасов и списки выбывших по подразделениям. Донесения шли через графопостроитель, некоторые были красные, малая часть оранжевые и подавляющее большинство благотворно зеленые. Уров суммировал входящий поток, но Рэм не нуждался в интерпретации, результаты были очевидны. 77% подразделений в состоянии полной боевой готовности, доложил Уров, у 8% минимальный или нежелательный уровень готовности и еще 13% находятся у опасного порога эффективности, лишь 2% небоеспособны. «Если бы я не видел этого своими глазами», произнес Эвиксиан, выражая общую мысль. «И все это пришло из книги примарха?» спросил Уров. «А вы сомневались?» поинтересовался Рэм. «Будь я проклят, но на миг усомнился», ответил Уров, смахивая под солба. «Можете меня наказать, если нужно. Я боялся, что прандиум будет потерян вместе со всем легионом». «Прандиум все равно, что потерян», с горечью заметил Эвиксиан. «Взгляните, что эти кровожадные подонки сделали с прекрасной девой Ультрамара. Может ли планета оправиться после такого испытания?» «Миры Ультрамара сильнее иных, Эвиксиан», ответил Рэм, глубоко вздохнув и улыбнувшись одержанной победе. «Прандиум восстановится и станет краше прежнего, поверь мне. Чтобы уничтожить ее великолепие, одних мясников Ангрона недостаточно». Соражение 228 «Не нравится мне это», сказал сержант Барха. «Такое ощущение, что мы летим в консервной банке. Эту обшивку можно плевком насквозь пробить. Ты же плюешься кислотой», напомнил ему Рэм, «и мало в каких обшивках и корпусах не сможешь проделать дыру своей слюной. Вы понимаете, что я имею в виду? Понимаю, но волноваться не стоит. Громовой ястреб временный вариант, это ненадолго». «Хорошо». Барха оглядел голые, штампованные внутренности десантно-штурмового корабля. Его металлические ребра жесткости были ничем не прикрыты. Стальные кишки проводов, собранные завязанные узлами жгуты, змеились из одного конца, похожего на коробку фюзеляжа в другой. Ультрамар лежал вдалеке от миров кузнец механикум. И 13-й легион лишь недавно получил флот из новых тяжеловооруженных летательных аппаратов. Рэма в этом корабле раздражали неаккуратная сборка, некачественное оборудование и непрофессиональные конструкторские решения. Никто из создателей не счел возможным дать проекту свое имя, что было неудивительно. По всем признакам корабль собрали сервитеры и необходимость доверять ему свою жизнь не радовала. На соседней переборке виднелась вытравленная кислотой клеймо механикум и Рэм коснулся его на счастье. Я видел, сказал Баркха, вы суеверны? Вопрос был задан, вроде бы не всерьез, но Рэм услышал в нем предостережение, намек на то, что ответ следует хорошо обдумать. Баркха имел полное право осуждать старшего офицера за неподобающее командование воинами Ультрамара. Даже теперь в разгар сражения, особенно теперь. Нет, но то, что они верят в эту машину настолько, чтобы поставить на нее свой знак, придает мне уверенности. Наверное, это единственное, что не дает ей рассыпаться, заметил Баркха, когда летательный аппарат сделал вираж вокруг одной и засушенных солнцем силосных башен Квинтарна. Столбы света из обзорных блоков фюзеляжа корабля покачнулись, и Рэм почувствовал, как от брюха машины что-то оторвалось. Столкновение или сбой системы. Сердце екнуло, поскольку крылья резко снижающегося летательного аппарата прошли в метре от серебристой обшивки силосной башни. «Впереди цель!» раздался голос по внутренней напряженной от усилий, которых стоило удержать сопротивляющуюся машину. По голосу пилота Рэм понял, что думает о новом корабле экипаж. У прежней грозовой птицы были явные преимущества, например, устойчивость, делавшая полета на ней истинным удовольствием, и надежная защита легионеров. Рэм подключил разъемы своего шлема к пикт-устройствам, установленным в носовой части корабля. Наблюдая строгую симметрию Идризии, одного из главных сельскохозяйственных гидрополесов Квинтарна, город хоть и был отдан на утилитарные нужды выращивания и переработки урожая, обладал своеобразной красотой, создаваемой величественными башнями, навесами на столбах и облицованными мрамором домами для собраний. Планировка улиц ласкала глаз с мастерским сочетанием функциональности и эстетики, как и почти во всем на ультрамаре. В проектировании и планировке города чувствовался гений примарха. Жаль, что он не приложил руку к проекту этого корабля. Опорные пункты противника в городе были помечены красным, и Рэм видел, насколько глубоко он запустил свои острые когти в тело столицы. Враг преуспел именно в городских операциях, предпочитая оружие, более подходящее для боев на ближнем и среднем расстоянии, способное прожигать укрытия насквозь, будто их вовсе не существовало. Это сражение будет самым показательным. Остальные едва не заканчивались их поражением, пока великий труд примарха не подтверждал свою значимость. Это происходило раз за разом, сражение за сражением. Четвертая рота была отнюдь не единственной, вооруженной невероятным достижением их праотца. В то время, как приближалась воздушная атака, другие роты сражались на различных направлениях театра военных действий по всему Квинтарну. Рэм был уверен, что за ним и его воинами наблюдают особенно пристально, чтобы узнать, укоренилось ли учение в их душах. В определенных кругах проблемная четвертая рота прославилась отчаянной храбростью и безрассудной отвагой. Считалось, что если творение примарха приживется у них, значит, приживется и везде. А после Калта четвертая шла впереди, остальные следовали за ней. Рэм отключил тактическое видение, поскольку десантный челнок содрогнулся, и пилот, уходя от огня зенитных орудий, совершил несколько маневров, выворачивающих наизнанку внутренности. Сигнальная лампа над штурмовой рампой замигала красным и зеленым светом, и Рэм хлопнул по пряжке противоперегрузочной рамы. Рама поднялась у него над головой, и он выхватил из соседней ниши свой болтер. Хоть громовый ястреб и являлся разваленной, размещение груза на нем было продумано хорошо, что придавало хоть немного функциональности. Четвертая, выкрикнул Рэм, высадка через 15 секунд. 30 воинов заполнили брюхо громового ястреба, сила, способная противостоять любому противнику и с большой долей вероятности уничтожить его. И все же Рэму было странно идти в бой, не имея за спиной по меньшей мере 50 воинов. Эта война не предполагала ни честного боя, ни уважения противника. Только численное преимущество. Мало кто сумел бы пережить внимание к себе 50 ультрамаринов. Немногие переживут и атаку 30, и все равно это нервировало. Рэм занял свое место в центре штурмовой рампы. Звук двигателей стих, и пилот остановил корабль, удерживая его в воздухе. Рампа опустилась, и сухой жар опаленного камня и раскаленного металла наполнил отсек. Но какими бы сильными ни были эти запахи, они не могли перебить зловоние искусственных удобрений, химических добавок к почве, пряный дух вспаханной земли и тысяч акров посевов. Рэм ринулся вперед, а его воины выстроились ровными рядами по обе стороны от него. Они выскочили наружу, пригнувшись, чтобы не попасть под струю раскаленных газов, вырывавшихся из двигателей громового ястреба. Все оказались на крыше, обожженной дочерно и едко пахнущей горящим ракетным топливом. На парапетах лежали неподвижные тела в зеленых доспехах. Рэм увидел среди груды трупов множество пусковых установок. Хорошая посадка убивает, сказал Баркха, проследив его взглядом. Точно, откликнулся Рэм. Он не почувствовал, как носовые орудия громового ястреба вели огонь, но считал это вполне естественным. Высадить десант в горячей точке было делом сложным и рискованным, но орудия громового ястреба эффективно зачистили место высадки от противника. Подумав так, он едва не остановился. Легко было бы заняться исполнением своих прежних обязанностей, но эта операция совершенно иная. Что-то не так, капитан? Спросил Баркха. Надо двигаться. Мы застали их врасплох, но это временное преимущество. Я в порядке, заверил его Рэм, бросив последний взгляд на трупы и тряхнул головой. Немыслимое стало реальной угрозой, и ему предстояло сохранить все, что стояло на кону. Кто враг, значения не имело, важен лишь результат. Ультрамарины должны драться и победить. Еще никогда ставки не были так высоки. Победа гарантировала жизнь самому драгоценному, что есть в галактике. Поражение обрекало его на гибель, окончательную и бесповоротную. Рэм гнал прочь мысли, не имеющие отношения к бою. Он капитан ультрамаринов и должен делать свое дело. Точка. Вражеский командный пункт располагался в стоящем поодаль здании, и его захват был ключом всеобъемлющей стратегии примарка. Недели зондирования, взламывания кодов и расшифровки позволили разработчикам операции ультрамаринов определить наиболее вероятные места размещения вражеских командных и оперативных пунктов. Теперь, когда в сражении за Квинтарн наступило равновесие, пришло время воспользоваться этими заготовками. Пока бронетанковые части вели бои с хорошо окопавшимся противником вдоль линии фронта, Рэм ввел 30 своих воинов, чтобы нанести точечный удар и обезглавить командную систему врага. Перехваченные шифровки свидетельствовали о том, что вражеский главнокомандующий находится на поле боя. Таким обстоятельствам грех не воспользоваться. Рэм изучил планировку здания до мелочей и повел своих воинов к бронированному бункеру, из которого лестница вела на верхнюю крытую галерею. Он двигался тихо и прижимался к парапету, держа дверь под прицелом. Ворогам не было смысла высовываться наружу, и они не ультрамарины, но кто знает степень их безрассудства. Рэм задержался у ряда выступающих компрессионных труб. Их металл горячий на ощупь покрывали капли конденсата. Его воины заняли позиции, приготовившись к штурму бункера, и он воспользовался мгновением, чтобы бросить взгляд через зубчатый парапет на краю крыши. Вокруг простирался город, его металлические вышки и сверкающие силосные башни блестели под жгучим солнцем, будто серебро. Едва ультрамарины рассредоточились по периметру крыши. Их корабль поднялся в воздух с пронзительным клёкотом, словно оправдывал своё название. Рэм видел, как он улетал прочь, заняв место в боевом строю среди двух дюжин других кораблей. Лучи света протянулись к ним земли. Замаскированные зенитки разорвали небо. Из полдюжины громовых ястребов оказались подбиты, выпали из строя и по дуге устремились вниз. Рэм не смотрел, как они падают, а рванул к бункеру, сооружённому посреди крыши. Его бронированная дверь наверняка была заперта, но это не представляло никакой сложности для штурмовой группы. К тому же приказы не требовались. Ещё до высадки Рэм проинструктировал своих людей, и теперь каждый из них знал свою задачу и задачи братья. Если кто-то погибнет, другой выполнит работу за него. Рэм устремился вперёд, крепко прижимая к себе болтеров. С других зданий до него доносились звуки боя, громкие хлопки болтеров и свистящий рёв вражеских огнемётов. Он скривил губы презрительной усмешки. Подобное оружие могло бы напугать скопищи ксеносов, но для воинов в лучших доспехах, доведённых до совершенства оружейниками МакКрага, оно не представляло опасности. Сержант Аркон и брат Пилера подскочили к бронированной двери. С быстротой опытных сапёров они пристроили к петлям и замку взрывные устройства. Потом, размотав детонационный кабель, заняли места по обе стороны двери. По знаку Рэма беззвучный цифровой сигнал подорвал заряды и дверь ушла внутрь, словно от удара из полинского кулака. Рэм и Баркха бросились вперёд и ударили по ней ногами. Металл согнулся, сложившись почти пополам под воздействием чудовищной силы. Искорёженная дверь отскочила, но прежде чем она успела упасть, ещё двое ультрамаринов швырнули в дымящееся отверстие несколько гранат. Снизу донеслись звуки разрывов, на удивление негромкие, словно хлопки фейерверка. Баркха шагнул было к дверному проёму, но Рэм поднял сжатую в кулак руку, удерживая своих воинов на месте. Из бункера вылетела струя ревущего и клубящегося жидкого пламени и облезала ступени лестницы, находившиеся за дверью. Огонь вырвался из дверного проёма, но прежде чем оружие смогло выстрелить снова, Рэм кивнул Баркхе. Его сержант качнулся к двери и выпустил в направлении лестницы очередь из болтера. Шум был приглушённый. Гулки и хлопки разрывов эхом отдавались в лестничном колодце, озаряемом пульсирующими вспышками. Баркхов устремился вниз по лестнице, и его отделение последовало за ним. Второе отделение повёл вниз Рэм. Остальных воинов возглавил сержант Аркон. Лестничный колодец был выжженным и почерневшим, будто жерло вулкана. «Пускай ублюдки почувствуют себя как дома», подумал Рэм. Он выскочил с лестницы на широкую крытую галерею, проходившую вдоль внутренних стен строения. Здание представляло собой пол и прямоугольник с внутренним двором. 50 метров в ширину и 100 в длину. Снизу неслись хлопки разрывов и треск очередей. Противник отчаянно пытался перестроиться и организовать оборону. Рэм заметил три танка, два Рено и один Ленд-Рейдер, ощетинившихся целым лесом гибких антенн. Бронированные машины были выкрашены в тусклый коричнево-зелёный цвет, а на их боковых дверцах красовались чёрные драконьи головы. «Аркон налево, Баркха направо», оба командира прочли трактат примарха о штурмовых действиях и не нуждались в его подсказках. Из выходивших на галерею помещений выскакивали воины в зелёных доспехах с оружием в руках, но было уже поздно. Ультрамарины начали стрелять, обрушив на врага такую лавину огня, что даже боевые доспехи работы мастеров-оружейников были бы не в силах долго его выдерживать. Заметив впереди движение, Рэм выстрелил из Болтера, скомпенсировав дополнительный вес под стволом. Он автоматически приготовился отскочить и лишь потом понял, что в этом нет необходимости. Воины перед ним были мертвы. Один перевалился через балюстраду и полетел вниз во внутренний двор. Другой упал чуть менее театрально. Рэм опустился на колени возле тела, разглядывая доспех и нанесенные на него знаки. Зубастые драконы на огненном поле в сочетании со знаками молота и кузницы. Свидетельство культа Прометея. Слишком дикого и слишком религиозного, чтобы быть имперским. Это было похоже на жестокую культуру, которая развелась в цивилизацию, но так и не стала по-настоящему цивилизованной. Саламандры в самом имени звучала жестокость. Названному в честь древних чудовищ легиону недоставало весомости. И Рэм лишь покачал головой, девясь его примитивной сущности. И каково это принимать смерть, зная, что ты мой враг? спросил Рэм у умирающего Саламандра. Никакой разницы с тем, когда бы я умирал, будучи твоим братом, ответил воин, и его голова повисла. Рэм кивнул и забыл про мертвеца. Визор показывал меняющуюся тактическую обстановку. Его воины зачистили верхнюю часть здания и теперь с боем прорывались на нижний этаж. Внезапность нападения застала Саламандр врасплох, но в этих огнепоклонниках еще сохранился боевой дух. Рэм сопоставил текущее положение дел с идеальным, описанным в трудах примарха, и сразу понял, как им прорвать оборону противника. Сержанты, велел Рэм, северная лестница готова сдаться. Аркон, я хочу, чтобы твое подразделение перебралось к южной часовне. Подави огнем танки и воинов во дворе. Баркхам, мы с тобой прорвемся с севера, пока Аркон не дает им поднять головы. Ясно, ответил сержант Аркон. Выдвигаюсь на позицию. Рэм повел своих людей в обход шахты. Снизу все пылало, то тут, то там со стуком падали гранаты, перелетевшие через парапин. Ультрамарины перебрасывали их обратно, но саламандры приспособились выжидать какое-то время, прежде чем бросать боеприпасы. Рэм пригнулся, когда связка гранат ударилась о стену совсем рядом с ним. Два его воина упали, их доспехи пронзительно взвыли. На Рэма обрушилась мощная ударная волна, но чтобы вывести его СБ, этого было недостаточно. «Вперед!» закричал он. «Вставайте и вперед!» Ультрамарины поднялись и ринулись к лестнице. Рэм заметил напротив себя людей Баркха и, рванув за угол, увидел, как бегущие впереди бойцы из его отделения поливают огнем лестничный колодец. В то же мгновение Баркха обогнул другой угол шахты и они оба заняли позицию наверху лестницы. «Сопротивление?» спросил Рэм. «Минимальное, легко подавить!» последовал лаконичный ответ. «Идем на штурм! Три, два, один!» Почти в тот же миг у дальней лестницы раздался залп из тяжелых орудий и двор заполнился глухими хлопками тяжелых болтеров, сопровождаемыми шипящим свистом снарядов. Стрельба в шахте ослабела. Рэм выскочил из-за угла и помчался по лестнице во двор, прыгая через две ступеньки. Внизу в арочном проеме, заваленном сверкающими осколками модифицированных ракетных боеголовок, возник Саламандр. Он наставил на Рэма Мелтаган, но выстрел Баркхи угодил ему в голову и отбросил за пределы видимости. Еще один враг палил из-под арки, не показываясь, но стрельба Рэма зарегистрировал попадание в правое плечо, но удар был нанесен вскользь и оказался не таким сильным, чтобы его остановить. Рэм выскочил во двор. Меткими выстрелами из болтера разя наповал солдат противника. Спрятавшиеся за своими танками от огня аркона сверху, они оказались незачищенными с тыла. Тремя выстрелами Рэм уничтожил двоих. Третьего Саламандра заряд тоже настиг, но тот не упал, а вскинул свое оружие. Черную, как смоль, мультимелту. Рэм нажал на спусковой крючок и боек его болтера ударил по пустому патроннику. Он ругнулся по поводу слабой огневой дисциплины и бросился под прикрытие выведенного из строя Рено. Не успела мультимелта выстрелить, как в землю перед стрелком ударил реактивный заряд и взрывной волной Рэма сбила с ног. Он нырнул в укрытие благодаря судьбу за то, что по меньшей мере один стрелок Аркона додумался прикрывать неосторожных воинов четвертой роты с тыла. Он ухмольнулся. Даже книга примарха не смогла до конца выветрить дух проблемной четвертой. Рэм вставил новый магазин и окинул взглядом заваленный трупами двор, выискивая знаки отличия или какой-либо иной метки, указывающие на офицеров. Он видел гравировки на зубах, драконьи амулеты и кузнечные символы, но ничего похожего на обозначение ранга. Рэм был немного знаком со знаками отличия саламандов, но пока не встретил среди убитых ни одного командира. Неужели их разведка ошиблась? Это предположение было сразу отброшено. Мысль о том, что Робау Джелеман мог ошибаться, казалась нелепой. Даже еретической, что, учитывая сегодняшний бой, просто вызывала смех. Он вновь сосредоточился на поле боя, отчаянно желая, чтобы их миссия увенчалась успехом. До сих пор четвертая рота вносила лишь победные записи в летопись военных компаний легиона, и Рэм не собирался портить этот список поражениями. Оба Рено Саламандр были отмечены как выведены из строя. Системы управления разрушены и не подлежали восстановлению. Но могучий, крутобойкий Лендрейдер выглядел лишь слегка поврежденным. Выведено из строя оружие и пострадала от удара одна из гусениц. Танк не двигался, но то, что находилось внутри, скорее всего, было еще живо. Словно подтверждая догадку Рэма, Лендрейдер повернулся вокруг своей оси. Камни, которыми был вымощен двор, крошились в пыль под чудовищной тяжестью монстра. Передняя десантная аппарель откинулась и появились три фигуры. Титаны среди смертных, гиганты по сравнению с обычными людьми. Терминаторы Рэм видел терминаторские доспехи во время сражения за Калт. Могучие комплекты брони, настолько огромные, что казалось невозможным, чтобы их мог носить человек. Новизная сложность данного снаряжения таковы, что очень немногих ультрамаринов из первой роты обучили ими пользоваться. Да и хватило бы доспехов всего на несколько сотен воинов, поскольку конвейер и механикум по их массовому производству только прибыли на Макраге, когда пришла весть о резне на Истване 5. Громоздкие бронированные терминаторы были на целую голову выше ультрамаринов. Толстые нагрудники отражали заряды болтеров, словно легкий дождик. Рэм видел, как эти воины сражались с несущими слова, но сойти с ними лицом к лицу ему пришлось впервые, и он вовсе не горел желанием это делать. Один из воин относил оливкового цвета кольчужный плащ поверх левого наплечника, а на его шлеме красовался череп неведомого зверя с длинными клыками, предавая астартес отвратительное сходство с каким-то странным ксеносом-варваром. В одной руке воин держал исполинский молот, заряженный потрескивающей энергией, в другой щит, нечто вроде почетного знака, дающего ему право носить оружие невероятной мощи. Свирепого военачальника, явно командующего этой группой Саламандр, сопровождали еще два воина. Каждый человекоподобный боевой танк, вооруженный чудовищным кулаком и громоздким оружием, похожим на спаренный болтер. Их болтеры извергли огненную бурю, перепахивая двор слева направо разрывами. Три ультрамарина упали, два притарианца взяли их в вилку и расстреляли. Это было не случайное попадание, а методичное убийство. Заряды пролетели мимо Рема. Едва огромные вспышки устремились в его направлении, он нырнул обратно под Рено. Вражеский военачальник не участвовал в атаке. Вместо этого под прикрытием Лендрейдера он обрушил свой огромный молот на стену внутреннего двора. Одним ударом молота проделал в стене двухметровое отверстие. Смертоносное оружие разбило каменную кладку и стальные прутья арматуры. Еще пару таких ударов и вражеский главнокомандующий уйдет из-под атаки. Организовать эффективную погоню по улицам Идризии почти невозможно. Доспех Рэма уже регистрировал бешеный поток в ВОК сообщений исходящих от командующего запрашивающего подмогу. Через считанные мгновения цель будет потеряна. Все сюда и захлопнуть ловушку приказал он. Цель перемещается. Ультрамарины покинули свои укрытия и начали пробиваться ближе к нему поливая двор короткими очередями. Но там где обычный противник был бы вынужден залечь под обстрелом терминаторы шли в полный рост. Рэм увидел как подстрелили Баргху. В его доспех угодило сразу несколько зарядов из огромных болтеров. Баргхат длинно выругался на Толоссарском упал на землю и затих. Рэм прижатый к земле и видящий как быстро рядеют ряды его воинов понял что у него есть один шанс выиграть этот бой. Он вызвал сержанта Аркона. Аркон огонь на подавление по внутреннему двору живо! Капитан но тогда вы окажетесь в зоне поражения. Знаю выполняй залей это место огнем. Повторять приказ не требовалось Аркон занял свое место в командной цепочке как и Рэм главная боевая задача. В писании примарха ясно сказано что жизни воинов важнее всего особенно воинов легиона со стартес поскольку их явно будет не хватать в грядущей войне. Но не менее очевидно что воины выигрываются кровью солдат и порой единственный способ победить пожертвовать всем ради победы. «Быстрее Аркон!» закричал Рэм когда командир противника пробил стену и попытался бежать. На двор один за другим посыпались ракетные снаряды и его захлестнуло пламенем. Тяжелые болтеры стреляли вновь и вновь их смертоносный огонь был беспощаден. Заряд угодил капитану Саламандр плечо и от удара его развернуло. Тут же второй снаряд ударил в наплечник. Силой сверху прилетел еще один снаряд, но Саламандр скинул щит и закрылся. Отбитый снаряд рикошетом улетел во двор и взорвался прямо среди ультрамаринов, притаившихся за немногочисленными оставшимися укрытиями. Нескончаемый шквал огня заполнил двор. Рэм потерял представление о происходящем, когда оглушительная какофония звуков обрушилась на него. Он утратил контроль над ходом сражения, но мог вернуть его, если бы узнал, что стало своим начальником Саламандр. Он пополз по-пластунски вокруг Рено, положив болтер на предплеще. Снарядные гильзы, дробледные камни, трупы. Вокс, потрескивая, вопил ему в ухо. Соседние группы запрашивают информацию, сообщают о переговорах вражеских отрядов, спешащих к зданию. Пилоты громовых ястребов предупреждают друг друга об опасности. Рэм выбросил все это из головы, сосредоточившись на том, чтобы как можно быстрее выполнить свою задачу. Он добрался до Рено и встал на колени, чтобы просто выглянуть из-за гусеницы танка. Терминатор Саламандр уже стоял на ногах, хотя визор Рэма показывал многочисленные уязвимые точки на его доспехе. Видимо, военачальник почувствовал его присутствие и обернулся. Рэм встретился с ним взглядом, глаза в глаза. Он смотрел на него поверх ствола своего болтера и хотя не мог проникнуть сквозь скалящуюся кирамидовую боевую маску, ему казалось, будто он видит угольно-черную кожу воина и свирепые красные глаза. Конечно, это нелепо, но на лицевом щитке Саламандр имелась уязвимая точка и меткий стрелок мог этим воспользоваться. Рэм нажал на спусковой крючок и болтер выплюнул один-единственный заряд. Хотя оружие стреляло на сверхзвуковых скоростях, у Рэма возникло ощущение, будто он может проследить, как снаряд пронзает воздух. Еще в момент выстрела он знал, что попал в цель. Заряд угодил Саламандру прямо в лицо и Рэм увидел, что его визор зарегистрировал уничтожение. Терминатор не упал, доспех не предусматривал, чтобы надевший его мог падать даже после смерти. Рэм выдохнул, перевернулся на спину и позволил остаткам напряжения вытечь из мышц. Это сражение хоть и было одним из самых коротких, оказалось и одним из самых трудных. Высоко над зданием с ревом кружили громовые ястребы, словно птицы-падальщики в предвкушении пира. Сражение 314 Вдоль базальтового ущелья дул холодный ветер, приносивший песчинки с высоких пиков Маккраги. Рэм чуял в этом ветре смолистый запах высокогорных елей и хрустальную свежесть ледниковых озер. Он скорчился позади пирамиды, трехметрового конуса, сложенного из обломков вулканической породы с древними отметинами, указывавшими путникам безопасную дорогу через перевалы, где можно найти воду и кров. Эти знаки древней клинописи Маккраги не смог бы прочесть чужак, будь он даже гражданином ультрамара. Много лет прошло с тех пор, как Рэм мальчишкой проходил через эти горы. Полуживой и еле стоявший на ногах от усталости, он брел от одного знака к другому, сражаясь за место в рядах ультрамаринов. Из всех парней, что тогда отправились на последний этап испытания, выжил он один. Остальные умерли от тепловых ударов и обезвоживания, разбились, сорвавшись с высоких скал, или попали в лапы свирепых кошек, обитавших в пещерах. Когда Рэм, спотыкаясь, буквально внес себя в бронзовые ворота крепости Геры, его встретил капитан Пендарон, герой, сражавшийся бок о бок с Робаутом Желеманом, в диких землях Иллирии, еще до того, как Галлан предал короля воина Конора. Капитан поднял его, отчитал и отправил в Апотекарион, кивнув в знак одобрения. Воспоминания о том времени подарили приятный выброс эндорфинов, но удовольствие было недолгим. Это случилось целую жизнь назад. Почти два века сражений отделяли того мальчишку от воина Легиона Састартес, которым стал Рэм. Паренька ждали десятилетия тренировок, годы тяжелого труда, горя и, да-да, счастья. Доказать, что он достоин занять место в рядах ультрамаринов было для него величайшей гордостью. Он до сих пор помнил радость своей матери, видевшей его марширующим по улицам Макраги в сверкающих синих боевых доспехах. После Рэм больше никогда не видел своей матери, но эта потеря тронула его не так сильно, как он ожидал. Его мышление кардинально изменилось, и хотя способность испытывать печаль и волнение никуда не делась, нужны были особые стимулы, чтобы включить эмоции, связанные с прежней жизнью простого смертного. Треск в оксети вывел Рэма из задумчивости. Он стряхнул в себя воспоминания о золотых деньках и сосредоточился на теперешних, мрачных. Эта кампания была самой трудной из всех, так как сыны Хоруса постоянно превосходили их численностью и в тактике. В космосе флотилии магистра войны разгромили их заслоны и нападали из ниоткуда, чтобы разрушить стройные боевые порядки ультрамаринов. Планеты гибли одна за другой. Торрентус, Масалий и Квинтарн были потеряны. При мысли о последней, после всего, через что прошла четвертая рота во время боя с Саламандрами, у Рэма комп отступил к горлу. Прандиум тоже погиб. Его раззарение, начатое пожирателями миров, довершили вирусные бомбардировки, уничтожившие все живое. Иакс осыпали зажигательными бомбами, пока сад ультрамара не превратился в выжженную пустыню. Ни одна операция, проведенная магистром войны, не была похожа на предыдущую. И до Рэма доходили слухи из высших эшелонов, что у планировщиков главного стратегиума и сякли идеи, как с ним сражаться. Рэм знал, что это неправда. В писаниях Примарха должен найти способ отразить атаки на ультрамар. Но план этот слишком сложен и все объемлющ, чтобы быть понятным смертным, даже теми, чьи познавательные способности обострены, как у Легионос Астартес. Рабао Джелеман никогда не проигрывал, и конечно не проиграет эту войну. Макараги не может. Рэм не знал, считать это фактом или горячим желанием. Баркха вскарабкался к нему по каменистому склону, прячась за скальными выступами, служившими укрытием для этого отделения четвертой роты. В 30 метрах под ними, по дну каньона, змеилась ровная и хорошо утоптанная дорога через горы. Было решено, что именно здесь, вдали от сражений на подступах крепости Геры, магистр войны, поведет свои войска в обход через каньоны, чтобы открыть второй фронт против последнего бастиона ультрамаринов. Четвертая рота охраняла проходы. Идут, сказал Баркха, бронетехника сынов Хоруса, в авангарде байки и спидеры. Пока их немного, но должны быть и другие, прокладывающие путь через горы. Это было похоже на правду. В любом случае, многочисленные подразделения четвертой роты наблюдали за всеми тайными тропами в горах. Как у них с боевым порядком? Так себе, ответил Баркха. Они спешат, танки пробираются с трудом, и байки едут медленно, чтобы не оторваться от колонны. Рэм посмотрел вниз, в каньон, откуда доносился гул вражеской техники, приближавшейся к смертоносной западне. Горы Макраги были гораздо недружелюбнее других мест, с которыми сыны Хоруса имели дело. Раз за разом врагов Макраги губил его ландшафт. Сыны Хоруса не стали исключением. Передай всем стрелять по моему сигналу. Цель первой и замыкающей танки. Блокируйте их, а потом уничтожайте. Ясно ответил Баркха. И Рэм уловил в голосе сержанта недовольство. Четвертая рота бесчисленное множество раз отрабатывала на учениях подобные маневры, и ее командиры не нуждались в наставлениях по устройству засад. Рэм в последний раз проверил свой болтер и прислонился к скале, глядя сквозь узкую щель между камнями. Он видел каньон, при этом тени и темный цвет скалы делали его самого положив тактическую схему на панораму ущелья, он наблюдал за своими воинами, выделявшимися светло-голубыми точками на фоне утесов и трещин. Не осталось ни одного свободного уголка, ни одного пути к отступлению. Каждый квадратный сантиметр земли ультрамарины превратили в смертельную западню. «Легкое дело», прошептал Рэм. Шум моторов усилился, эхом отдаваясь в стенах ущелья. Рэм слышал пыхтение Рено, более низкий, гортанный голос хищников и раскатистый рев по меньшей мере одного лендрейдера. Над общим шумом поднимался высокий вой мотоциклов. Рэм пригнулся, когда на открытое место вылетела пара спидеров. Оба были выкрашены в свет штормовой волны, а на их лобовых стеклах красовалось огненное око. Спидеры притормозили, будто гонщие, выискивающие след. Но Рэм хорошо знал эти горы и надежно спрятал своих бойцов. Спидеры осторожно двинулись в каньон. За ними группа из пяти космодесантников на тяжело бронированных мотоциклах с установленными на них курсовыми болтерами. Над головным байком реяло черное знамя с изображением глаза. Рэм с трудом подавил желание открыть огонь по оккупантам. Затем появились танки, пара Рено в сопровождении трех хищников и грохочущего монстра ленд-рейдера. Далее еще три Рено и замыкающая колонну пара хищников. Барка сказал, что это немного, оценивая с точки зрения боеспособности легиона. Но все же это было впечатляющее огневая мощь. Байки и спидеры проехали, и Рэм понял, что другого шанса не будет. Он встал на колени и прицелился в пилота ближайшего спидера. Нажал на спусковой крючок и увидел красноречивую отметину на шлеме. Пилот упал на приборную панель, а его аппарат свернул в сторону. Выстрел Рэма стал сигналом к атаке для сидевших в засаде воинов. Но никто из них не успел открыть огонь. Как откуда-то сверху донесся грохот орудийного залпа. Рэм видел, как его люди гибнут под прицельным огнем. Обернувшись, он заметил множество вспышек выше по горному склону. Значки ультрамаринов гасли на визоре один за одним, и мгновения оторопи едва не стоили жизни ему самому. Доспех задегистрировал два попадания, не настолько серьезные, чтобы причинить вред. Но пришлось нырнуть под каменную пирамиду. «Баркха!» крикнул он, стреляя вверх по склону. «Ты их видишь?» «Да», торопливо отозвался сержант по воксу. «Лазучики сынов Хоруса, отрядные знаки, как на мишенях внизу». Такой поворот событий ошеломил Рэма. Как сыны Хоруса могли обойти их с тыла? Откуда они узнали о засаде ультрамаринов? Завязалась ожесточенная перестрелка. Рэм понимал, что бронемашины снизу тоже добавят порцию огня. Устроившие засаду сами в нее угодили, и продолжать проигранный бой не имело смысла. Наставления примарха по этому поводу были абсолютно четкими. «Если враг обладает преимуществом перед тобой немедли». «Всем подразделениям отойти и перегруппироваться», приказал Рэм. «Место сбора Ultima Sextus. Выполняйте». Рэм перебегал от укрытия к укрытию, стреляя на ходу. У него не было ни времени целиться, ни надежды на то, что его выстрелы наугад поразят кого-нибудь из ублюдков, сынов Хоруса. Со всех сторон доносились звуки стрельбы, перемежающиеся ревом танковых двигателей и грохотом орудий, изрыгающих в небо снаряды. Вместе с ним бежала группа измученных ультрамаринов, остатки трех отделений, собранные после отступления от врат Конора вглубь гор. На всякий шаг, сделанный ими, у сынов Хоруса находился свой ответ или какая-нибудь хитрость. Было унизительно осознавать, что обращение к словам Примарха приводило к неудаче. Рэм отчаялся выиграть этот бой, но должен был продолжать верить, что за всем этим обнаружится некая грандиозная военная хитрость. Над головой проносились сверкающие вспышки и затухающие лазерные разряды. Это пилоты обменивались выстрелами с передовыми отрядами армии магистра войны. У Рэма не было тактического режима. Снайперский выстрел сынов Хоруса повредил его шлем, который через 3 километра пришлось выбросить. Сражаться с незащищенной головой было непривычно. Рэм лишился доступа к информации с поля боя, но не мог отрицать, что так намного острее воспринималась суть сражения. Вдыхать едкий запах взрывчатки, ощущать удары взрывной волны. Чувствовать привкус горелого воздуха после лазерного огня было настоящим шоком и стимулом прежде зазря не высовываться. Лицо Рэма покрылось черной сеткой потеков от струек пота. В небе над головой сливались в общий водоворот разноцветные полосы от пуль и снарядов. Никогда прежде он не слышал такого шума. Смеси трескотни стрелкового оружия и басовитого ухания тяжелых орудий. Сержант Аркон скорчился в импровизированной траншеи. Его воины рассредоточились ниже по склону. А сыны Хоруса наступали вслед завалом заградительного артогня. Как и в каньонах на юге, силы магистра войны постоянно били по самым уязвимым местам ультрамаринов. Это казалось настолько невероятным, что Рэм спрашивал себя, не снится ли ему ночной кошмар, от которого никак не удается очнуться. Он рискнул бросить взгляд на горы и увидел угрюмую волну наступающих в доспехах сынов Хоруса. Каждый носил на груди ока Хоруса. Этот же символ повторялся на знаменах, хлопающих на ветру и поднятых на бронемашинах, которые поливали огнем горные склоны. Уже не так хитрят, верно? Бросил Баркха, падая рядом с Рэмом. Как и капитан четвертой роты, Баркха был без шлема. Его задубевшая кожа загорела дочерно. Волосы были заплетены в тугие косички, собранные в короткий хвост на затылке. Им это и не нужно, ответил Рэм. Что вы имеете в виду? То, что сказал. У нас нет шансов. Магистр войны приставил нож к нашему горлу. Хитрости ему больше не нужны. Это смертельный удар. Правда? Переспросил Баркха. И Рэм впервые увидел на его лице оттенок страха. У нас должен быть план, как отбить их атаку. Скажи, что еще мы можем сделать? Любую нашу уловку и военную хитрость они разгадывают и парируют. И единственное, что нам остается, сражаться, как подобает лучшим воинам ультрамара, и забрать с собой столько ублюдков, сколько в наших силах. Но примарх должен был предвидеть такую ситуацию, настаивал Баркха. Может, вы неправильно поняли его слова, или отдали неверный приказ. Только это могло привести нас к безвыходному положению. Рэм покачал головой. Тебе кажется, что я не думал об этом с самого начала боя? Да я сотню раз все проверил и перепроверил. Мы сделали все, что могли. Тогда почему так вышло? Потому что есть то, с чем нельзя бороться при помощи планов и приготовлений, сказал Рэм. Существуют талантливые полководцы, способные помножить на ноль любой план, каким бы гениально просчитанным он ни был. Магистр войны именно такой полководец. Но примарх Желеман не воюет рядом с нами, огрызнулся Рэм. Хватит болтать, начинаем убивать. Жестко, шаг за шагом, ультрамаринов оттесняли обратно в горы, и каждый отвоеванный сценами Хоруса метр оплачивался тысячами жизней. Рэм оказался прав. Это был смертельный удар. Теперь, когда у них за спиной находилась крепость Геры, защитники Макраги приготовились к последней битве. Сдавать без боя землю своих предков не в правилах ультрамаринов. Но почти настал момент, когда им придется взглянуть на магистра войны с мраморных парапетов и башен из золота и серебра. Если это конец, он будет самый славный, какой только можно себе представить. Рэм и четвертая рота вызвались перекрывать отход ультрамаринов и заняли позицию на Виофартисимус большой дороге, ведущей с нижних равнин к большим бронзовым воротам крепости их легиона. Позади уцелевшие ультрамарины из передовых боевых рот поспешно отступали под своды, пока еще безопасной Геры. Если армии Хоруса и научили их чему-нибудь, так это тому, что настоящей безопасности нет нигде. Ни на Маккраге, нигде либо еще в галактике. Пока сыны Хоруса готовились к последнему штурму ворот, Рэм увидел громадный лендрейдер, громыхающий на позиции противника. Хотя он был не грознее любой другой бронемашины, сейчас казался более могучим, нежели привычный танк. Эту боевую машину солдаты приветствовали воинственными криками. Когда ее штурмовая аппарель опустилась на вулканические камни, Рэм понял почему. Воин, вынурнувший из подсвеченных красным светом внутренностей лендрейдера, был такого роста, что все остальные рядом с ним показались лилипутами. Его доспех был глубочайшего черного цвета, мерцающий и украшенный золотыми цепями. Плащ из шкуры волка развивался, похожий на крылья нетопыря. Шлем идеальной формы скрывал лицо воина. И хотя Рэм знал, чье именно это лицо, он ужаснулся, увидев, когда забрало поднялось. Дыхание перехватило. Магистр войны Хорус Луперкаль Самый выдающийся из сынов императора явился взглянуть на последнее унижение ультрамаринов. Сыны Хоруса ликовали, их голоса эхом отдавались от скал, словно боевой клич какого-то древнего языческого племени. Эти вопли были проклятием в адрес забытых кровавых богов. В сердце каждого воина из четвертой роты они поселили холод. Какая сила могла устоять против такого врага и выжить? Какое войско сумело бы противостоять гению этого воина? Пускай мы не победим, но о том, что мы с ним сражались и как сражались, будут помнить, подумал Рэм. Быть может, этого достаточно. «Воины ультрамара», скричал он, «Помните, где вы и во имя чего сражаетесь. Все и каждый из вас герои ультрамарины, несравненные воины и люди великой отваги». Рэм ощущал, что с каждым словом убежденность и сила духа крепнет. Его голос разносился над горами и с легкостью достигал слуха воинов ультрамаринов, отступающих крепости из копищ сынов Хоруса. «Лишь после смерти окончится наша служба мечте императора, и только наша смерть станет ее концом. Я не дам этой мечте умереть, а вы!» Как один четвертая рота ответила решительным «нет», и их ответ отразился от горных склонов странным эхом, будто к нему присоединилась часть сынов Хоруса. Могущественный воин посреди вражеских боевых порядков поднял руку. Солнце заиграло на золотой гравировке его латной рукавицы, с тыльной стороны которой выскользнули четыре сверкающих клинка. Рука опустилась, и сыны Хоруса ринулись в атаку. Для тринадцатого легиона это было сражение без хитрости, без славы и без надежды на победу. Хотя Рэм досконально следовал принципам, изложенным в писании Примарха, все закончилось полным поражением. Сперва артиллерийский обстрел и поединок на расстоянии, затем короткая перестрелка и, наконец, ближний бой, ураган кулаков и клинков. Рэм давно растратил свои боеприпасы и взялся за меч. Он наносил удары, исполненные безнадежной ярости, и защищался, отчаянно стремясь остаться в живых, чтобы убить как можно больше противников. Подобие некой упорядоченности сражения исчезло, едва две силы сошлись. Воины в синих доспехах закружились в рукопашной с изменниками в серо-зеленых цветах далекого океана. Сражаясь, Рэм думал о том, какой останется в памяти потомков эта война и кого назовут предателями. Историю будут творить победители, и неизвестно, какую роль они отведут ультрамарином. Возможных спасителей прекрасного идеала, павших в горах Маккраги или изменников, чья самонадеянность была сравнима лишь с масштабами их поражения. Ряды защитников таяли с каждым мгновением. Ультрамарины гибли под натиском превосходящих сил врага. Жизнь покидала четвертую роту, словно воздух, грудь осужденного на казнь, на шее которого все туже затягивалась петля. И вот в живых остался один Рэм. Он отдал всего себя, но этого оказалось недостаточно. Силы, поддерживавшие его все это время, покинули тело. Рэм был так изранен, что едва держался на ногах. Он рухнул на колени, сломленный разочарованием и поражением, и поник головой, представив масштабы своей неудачи. Вдруг Рэма накрыла огромная тень, и он поднял глаза. Над ним возвышался магистр войны. Его огромное, воздетая к небу рука напоминала когтистую лапу какого-то жуткого хищника. Рэм ждал удара, который закончит все, но вместо этого когти магистра войны втянулись обратно в латную перчатку, и он отстегнул свой шлем от латного воротника. Рэм не мог вынести его вида. «Посмотри на меня!» произнес невыразимо прекрасный голос. «Я не могу», пробормотал Рэм, «Я потерпел неудачу». «Нет, Рэм Вентан», сказал Рабао Джелеман, «Не ты. Неудачу потерпел я». Рэм сидел в одиночестве на вершине скалистого утеса, глядя на крепость Геры. Казалось абсурдным, что она выглядит такой спокойной, потому что всего несколько часов назад это была арена ужасного сражения. Илоты и сервы Легиона очищали горный склон от обломков, снарядных гильз и помятых доспехов, сорванных со сражавшихся. Оружейники Легиона уже ремонтировали доспехи и бронемашины, замаскированные на время боя в цвета сынов Хоруса. Укрепления Легиона, едко пахнущие растворителем и раскрашенные во вражеские цвета, освобождали от бронированных доспехов и оружия. Рэм отнес свой доспех в оружейную комнату и велел своему новому помощнику почистить его и отремонтировать. Обычно он занимался этим сам, но почему-то сегодня ему казалось, что это будет неправильно. Он содрал со ствола своего оружия лазерный целеуказатель и бросил его в пропасть, презирая то, что эта вещь олицетворяет собой, и ненавидя себя за то, что подобное устройство вообще могло ему понадобиться. Одетый в желтовато-коричневую рабочую форму и простой бледно-голубой хитон, Рэм позволял солнцу освещать свое лицо и ждал наказания, которое, несомненно, должно последовать после того, как он сам и его легион не устояли против атаки сынов хоруса. Но мог ли он что-то сделать, в состоянии или вообще хоть один воин победить сынов хоруса? Внезапная улыбка озарила лицо Рэма, когда он понял, что все-таки был один воитель, который мог изменить ход сражения. «Ты ничего не мог сделать», раздался голос у него за спиной. Обернувшись, Рэм увидел раба Рабаута Желемана. Он встал на ноги, покаянно склонив голову перед своим генетическим отцом. Нельзя долго смотреть на солнце и не ослепнуть от его сияния. То же относилось к Рабауту Желеману. Безукоризненные, классической формы, черты его спокойного, загорелого лица были прекрасными, как у статуй, стоящих на Вио-Триумвирал, ведущей в светилище исправления, самое сердце крепости Геры. Желеман подошел к краю утеса, оглядывая сверху свои владения, а Рэм занял место за его плечом, хотя голова воина едва доходила до середины бицепса примарха. Как и Рэм, Желеман был без доспехов, в легком тренировочном облачении. Однако капитан никак не мог забыть облик примарха в доспехах магистра войны цвета ночи. Небесно-голубое сияние прорывалось сквозь черноту, словно солнечные лучи сквозь тучи. Но видение столь совершенного существа, как примарх ультрамаринов, в одеждах предателя никогда не покинет Рэма. «Должно быть, я что-то сделал не так», сказал Рэм. «Это единственное объяснение». Желеман покачал головой и мрачно улыбнулся. «Ты слишком веришь в меня, Рэм. Я тоже могу ошибаться. Последнее сражение должно было показать тебе это. Я ответил Рэм. «А что тебе так трудно принять?» спросил Желеман. «Ты следовал моим наставлениям, и они привели тебя к поражению. Если это поражение и Калт и научили нас чему-нибудь, так это тому, что мы должны всегда быть готовы приспосабливаться и не позволять закостенеть своим мыслям. Но ваше учение оказалось изъяном, закончил Желеман. Никто, даже такой, как я, не может предвидеть все вероятности. Мои слова не священное описание, которому следует повиноваться. В бою всегда должно быть место личной инициативе. Ты и я мы оба знаем, что искра героизма способна изменить ход сражения. Это знание и личный опыт добываются кровью, и военачальник решает, как именно действовать. Я напомню вам об этом, когда проблемная четвертая снова окажется на поле боя. Желеман рассмеялся. Напомнишь, Рэм, будь уверен, я знаю, кое-кто считает меня бесчувственным, этаким, ожившим талосом из древних времен, мечтающим заглушить свободомыслие своими предписаниями. Но мы живем во времена, которые не терпят ни малейших отклонений от курса. Все-таки существовал способ выиграть последнее сражение. Возможно, но поиски ответа на этот вопрос я предоставлю тебе. А что будете делать вы? Я продолжу писать Кодекс Астартес, ответил Желеман. Кодекс Астартес, переспросил Рэм. Это то, что следует из названия? Желеман. улыбнулся и кивнул. Да, я полагаю, но имеет к этому довольно близкое отношение. Как ты думаешь, во времена войны и мира он будет бесценным хранилищем знаний, но я не хочу, чтобы его сочли с заменой разуму и инициативе, понимаешь? Думаю, да, ответил Рэм. И Желеман поманил его к краю утеса. Это наихудшие дни, какие знавал Империум, сказал Желеман. И я страшусь того, что может принести будущее. Калд потерян для нас. Кто знает, сколько еще миров испепелит мой брат в своем безумии. Но у вас есть план, как с ним бороться, возмолился Рэм. Желеман промолчал, будто опасаясь того, как Рэм воспринят его ответ. Наконец он сказал, да, у меня есть план, момент. Прошу тебя, когда придет время привести его в действие, верьте мне, как никогда прежде. Когда это время настанет, вас назовут предателями, трусами и вероломными слабаками. Но ничто не может быть дальше от истины. Я не вижу в настоящих временах надежды для Империума, каким мы его знаем. Именно поэтому заставил вас сражаться в ненастоящих битвах. Чем бы не закончилась война, вам придется драться с теми, кого вы считали братьями. Вероятно, даже с теми, кто сейчас является противником магистра войны. Я не стану претендовать на понимание того, что это значит, но вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, что вы скажете, пообещал Рэм. Я знаю, ответил Желеман. Мы разобьем любое войско, какое вы пошлете против нас. Но у меня было время подумать, почему мы проиграли сыном Хоруса. Быстро. Я вообще быстро учусь. Верно, и какой вывод ты сделал, поинтересовался Желеман. Это была нечестная борьба. То есть, вы не сражались вместе с нами, пояснил Рэм. Думаешь, мое присутствие что-нибудь изменило бы? Я знаю, что изменило бы, ответил Рэм, глядя в прекрасное лицо Желемана. И вы тоже это знаете. Желеман слегка пожал плечами, но Рэм видел, что Примарх с ним согласен. Рабаут Желеман посмотрел в небо, словно пытаясь постичь некую далекую истину, или разглядеть грядущее сражение. Наконец он повернулся к Рэму, и капитан четвертой роты прочел тревогу в его глазах. Страстное что когда придет время остановить магистра войны, я буду тем, кто встанет на его пути. Продолжение следует... Продолжение следует...